Привет всем! Ну что, у нас зима и очередной бюджетный внедорожник для домашних покатушек. Ну, летом можно выйти и на улицу. Ну что, давайте смотреть на этот жипарь. Во-первых, имеются разные цвета. Ссылки внизу есть под видео, заходите и выбирайте. Аппаратура, смотрю, многофункциональная. Упаковано, всё достаточно чётко. Инструкция, что как и где, имеется в комплекте. Также в комплекте имеются аккумуляторы 380 мАч, USB-зарядная для них и даже батарейки в аппаратуру. Сама аппаратура с мягким колёсиком, ну и, естественно, внедорожник. Присутствуют ручки, зеркала, дворники, также огроменная запаска, светодиоды в фарах и прямые мосты. Диски пластиковые, протектор не внушает доверия, резина, честно говоря, средней мягкости. Внутри нет поролоновых вставок. Светодиоды также установлены из задней фонари. Крепление корпуса на 4 клипсах, пластиковые карданы и пластиковые тяги. Много светодиодов в корпусе, плюс установлена плата. В ней большой мотор, односкоростной редуктор и регулятор скорости и приёмник 2 в 1, хотя здесь ещё и световое управление. Рулевой сервопривод расположен на мосту. Амортизаторы, как и полагается в бюджетках, ничем не залиты. Остаётся зарядить аккумуляторы и проверить тачку в деле. Итак, что мы имеем на аппаратуре. Steering DR – это двойные расходы руля. Frottle DR здесь не работает. Steering Trim – триммер руля. Кнопка, отвечающая за свет. Reverse – это реверс рулевого управления. Ну и, соответственно, колёсико. Всё. Расходы руля поставил на самый максимум, который только можно. И управление светом. Кнопку нажали. И всё. То есть включаем, выключаем. Присутствуют также поворотники. Сейчас покажу. Вот так вот. В эту сторону, в эту сторону. А если машина стоит долго без действия, то она включает аварийку. Сейчас посмотрим. Вот. Прошло где-то 15 секунд. И работает теперь аварийка. Ну что, давайте протестим по небольшому, так сказать, домашнему треку. У нас одна скорость. Давайте. Вот медленно-медленно. Что мы можем? Давайте. Ну. Так, конечно, да. До FMS-ок всяких далеко. Но, в принципе, и не летит, как ураган. Посмотрим, насколько это удобно в препятствиях, когда заезжаешь... Вот, видите, вот оно. Когда ты начинаешь препятствовать заезжать, тяги не хватает, чуть-чуть даешь газку, и он прямо летит. В этом вот минус. Минус. Слабоватенький моторчик. Итак, поехали дальше. Давайте. Амортизаторы не залиты, поэтому попрыгучий такой. Оп. Максимально аккуратно стараемся всё преодолеть. Вот. Но, в принципе, получается. Такими небольшими рывочками я прям газ стараюсь на минимуме держать. Поворотники, как видите, моргают. Но это, честно говоря, такая штука. Постоянно моргать во все стороны. Лучше бы, конечно, чтобы они отключались. Потому что иногда это не нужно, когда ты хочешь незаметно куда-то подкрасться. Ты так взял, опаньки, фары выключил. А при этом поворотники всё равно работают. Это минус. Итак, по бочкам. По бочкам поехали. Бочки крутятся, вращаются. О, смотрите-ка, уперся в палет. Но нет. Снёс. Ну, проехал, но некрасиво, конечно. Посмотрим, в обратку даст нам какой-то красивый результат или нет. Так. Заедет на бочку. Ох ты. Хватило зацепа заскочить. Нормально, нормально. Смотрите-ка. Хитрые бочки не дадут проехать жипарям. Опа. И вот здесь уже проблема. Ой, это большая проблема. Нет, не для него. Но уселся на мост. На свой прямой мост уселся. И всё. Ну, честно говоря, портал бы здесь тоже не помог. Он просто соскочил. Начнём обратно с бочек. Вот. Всё. Теперь всё чётенько. Сегодня у нас столько сэнтраков вообще. Раз сэнтрак, два сэнтрак. Итак, проехали. Колёса не проминаются под его массой. То есть, недостаточно, чтобы что-то промялось. Ну, я говорю, резина такая всё-таки жестковатая. Идёт бюджетненькая. Ух ты. Хватит зацепа здесь на сэнтраках. Да, да, да. Шлак от раки это на самом деле. Вот. Нормальные тачки на них не едут. И... И... Всё. Финишная прямая. Достаточно шустро пересёк финишную прямую. Но по-другому никак. Так, давайте глянем на его максималку. Ну, километра четыре в час. То есть, грубо говоря, если вы с ним вместе пойдёте, то вы нормально прям с ним пойдёте. Четыре-пять. Да. Давай-давай-давай-давай-давай. Весь трясётся-трясётся, потому что амортизаторы не заправлены. Вот, смотрите, я иду. Ну, в принципе, я побыстрее, да. То есть, четыре, наверное, километра в час он пилит. Что, в принципе, неплохо, но для мелкой, для невспешной езды это не очень. Давайте посмотрим его в сугробе. Возможно, он здесь проехать нет. Попробуем максимально аккуратно это сделать. И вот-вот-вот. Ну, где тяга-то? Тяга-то, тяга пошла. Ух ты, ничего себе проехал-то, а? Колёса огроменные у него, как у Axial SCX24. Поэтому в этом плюс. Блин, просто проехал и всё. Не напрягаясь. Молодец, молодец. Давай сюда. Отлично. И погнали туда. Вот, всё взрывается. Здесь, понятно, там уже гора. Удивлён, удивлён. Думал, сейчас застрянет. Потому что резина вроде не внушает доверия, но ничего. Итак, давайте по такому препятствию. Колёса чуть-чуть у нас такие подзамёрзли. Немного снежочка добавили. Вот, особенно, видите, заднее колесо. И максимально аккуратно заехал. Заехал. Ну, я старался. О, вот-вот-вот проскальзывает по металлу. Да, оттеньки. И соскочили. Но мы съедем. А, нет, не получилось. Сейчас давайте поправим чуть-чуть заново. И попробуем уже заскочить. Так, поехали. Ой, как узенько стало. Но это нас не остановит. Мне кажется, придётся здесь с разгона отдать. Вот так вот. Иначе не получится просто. Сложновато на нём в этом плане, конечно. Так, пройдём по колее. Пойдём. Да, колея нормальная здесь. Но вот она, видите, вот тяги вот не хватает иногда. И потом с рывком. А с рывком, когда ты уже прыгаешь, у тебя не успеваешь сообразить, там, руль в сторону отвести. В этом, конечно, минус. Ой-ой-ой, какой резвый-то, а. Да. Так. Ладно, здесь проехали. Неплохо. Смотрим ходы подвесочки. Имелись, да, когда-то. Честно говоря, удивлён, что он туда завалился. Тут это был уклон для него слишком большой. Давай, вот здесь заедешь, нет? Я просто гонял здесь унемог от ФТМС. Он вообще без вопросов здесь проехал. Не торопясь так, не напрягаясь. Резина цеплялась, тракторная. Что у этого? У этого всё похуже, конечно. Но этот дешевле. Понятно. Раза в два. Но не такой понапичканный. Видите, всё прыжками. Всё прыжками приходится. Да, это вот беда бюджетных моделей. Так, заедешь на сантраке? Нет. Сантраки болтаются туда-сюда. Но в этом-то есть и вся прелесть наших сложных препятствий. Вот смотрите-ка, неплохо. Неплохо заскакивает. Так, можно посмотреть подвесочку снизу в данном препятствии. И мы здесь аккуратно попробуем, потому что здесь, в принципе, проскальпнуть не получится. Заехал. Невероятно. Невероятно удивлён. Так. И практически вот последнее препятствие. Сейчас посмотрим, как здесь. У нас сзади есть свес. Ух ты. Высоковатый, да. Оп. Блин, так быстро соскочил, что я не успел даже посмотреть, а? Просто. Но мог сесть на задний бампер, если вы не до скорости. А давайте мы проверим это. Мне даже интересно. Потому что свес данного автомобиля, ну, очень-очень резво получается. Давай-давай-давай-давай-давай. И оп. Повисли. И... Ну-ну-ну. О, соскочил. Нормально. Даже не повис на запаске. Да. Не мог помнить здесь. Висел у меня вообще. Итак, поехали в ледяную нашу гору. Ну, не совсем она ледяная. Такой снежочек. Под плотненький снежочек. Заезжает резина. Ничего. Ничего. Нормально. Достаточно узенько там. Но он сам... Ух ты. Мы начинаем скатываться. Нет, аккуратно. Аккуратно-аккуратно понесло. Паранья понесло. Опаньки. Съехали. Неплохо. И еще преодолеем пару сугробиков. Давай. Попробуем. А, сейчас секундочку. Смотрите-ка. Выворачиваем руль. И тяга-то, да. Уменьшается тяга. С вывернутым рулем, конечно. Не хватает такой мощности. Ух ты. И уселись на брюхо. Подтолкнем. Трактор у нас сюда под рукой. И теперь газку. О. На полном газу. Просто прет. А по своей колее прет еще лучше. Давай сюда. Нормально. Не, ничего. Ничего. По масштабным своим сугробам пилит неплохо. Я удивлен, да. Ну, то есть, его такие вот скоростные препятствия это его, конечно, конек. Да. Но если не сядет на брюхо. Вот. А вот карабкаться где-то уже проблематичней. Потому что здесь нету той плавности, которую мы хотим получить от данного внедорожника. Вот. А вот так вот быстренько можно прокарабкаться куда-то. Ну, да. Ну, в целом неплохо. Вы сами видели. Все как бы вот проехал как есть. Нормально. Ну, что же. Смотрите. Ссылочки внизу. Ставлю на данный автомобиль. Заходите, смотрите. Ценник там же, друзья. Там всю информацию о нем найдете. И смотрите у меня обзоры на другую мелкоту. Если выбираете что-то для дома погонять, да. Как этот вариант. То есть, у нас 24-й масштаб. Ну, либо вот так вот выйти на улице. Тоже можно построить какие-то более-менее небольшие препятствия и уже погонять на этой мелкоте. А это вот один из таких бюджетных вариантиков недорогой плюс установлены светодиоды. Так что заходите внизу в ссылки под видео. Смотрите мои другие обзоры и сравнительные тесты внедорожников на моем втором канале RCBR TV. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok